Так, сколько лет? Шесть с половиной. Поехали. Отгремели давно залпы наших орудий, А воронки от бомбы трава-мурава. На войну не забыли советские люди, И все помнят сквозь слезы, ведь память жива. Они помнят походы и дальние страны, И простые от сердца народа слова. Они помнят лица друзей, уходивших так рано, Их слова и улыбки, ведь память жива. Они помнят весну сорок пятого года, Закружилась от счастья тогда голова. Не узнали ее те, что погибали в походах, Но все помнят друзья их, ведь память жива. Эта память с корнями ходит все глубже, И шумит на ветлях, взгляне листовая. И времени век никогда не заглушит, Ведь душа молода, пока память жива. Сколько в общей сложности Советский Союз потерял граждан в этой войне? 26 миллионов 600 тысяч граждан. Правильно. Общие потери Советской Армии? Составил 11 миллионов 944 тысячи 100 человек. Молодец. Так, сколько у нас в положительности Великой Отечественной войны? 1418 дней и ночей. Сколько в боевых действиях участвовал военнослужащий? 34 миллиона 476 тысячи 700 советских военнослужащих. Отлично. Получил боевых заданий в День Победы на Германии, Чтобы сдался быстро враг, Поместить советский план. Взял он друга закадычного. К боевым делам привычного, Чтобы принять последний бой на дороге фронтовой. Цыпают пули плотным градом, Бомбы лутся где-то рядом. Трудно лезть на крышу зданий, Чтобы выполнить задание. Но спасает тренировка, Боевая подготовка. Ибо бежен был Рейхстаг, И над ним аллеев флаг. Флаг от фронтового брата, Флаг впитавший крышу солдатов, Флаг боец, Флаг его. Красный флаг страны родной. Кем она была? Расчупкина? Да. Расчупкина. Расчупкина была механик-водитель. Т-34. Что она сделала? Она участвовала В самой кровопролитной битве Поцелинграну. Так, расскажи мне Про Кузнецова Ивана Филипповича. Кузнецов Иван Филиппович Родился 28 декабря 1928 года. Умер 21 января 1989 года. Какой у него подвиг был? Он уничтожил танк-тигр, Пушку, минометную батарею И наблюдательный пункт противника. А кем он стал вообще? Он стал полным кавалером Артиллерийского орудия. Солдатского? Солдатского ордена. Ордена всех трех степеней. Слава. Слава. Сколько ему тогда было? Ему тогда было всего 17 лет. Я понял. Когда родилась Расчупкина? 1 мая 1914 года, в июне 1910 года. Кто 1 мая 1914 года родился? Расчупкина Александровна Михайловна. Как она известна? Чем неизвестна? Тем, что она управляла танком Т-34. Получила орден Красной Звезды. Кто у нас был кавалером трех степеней славы? Кузнецов Иван Филиппович. Когда родилась Вайда Мария Карповна? 1 февраля 1922 года. Кто у нас служил санитарным инструктором в 514-м стрелковом полку? Вайда Мария Карповна. Получил орден Ленина и медаль за оборону Ленинграда? Морозов. Морозов. Да. Николай Александрович. Молодец. Как... Кого звали? И у нее был позывной... Сашка Сарванец. Да, как ее зовут? Щупкина Александра Митрофановна. Чем она запомнилась? Она запомнилась тем, что, во-первых, до одного момента, очень долго, никто не знал, что она девушка. Вот из ее экипажа, из однополченцев и даже командир не знал, что она девушка. Вот этим она запомнилась. Также она запомнилась тем, что ее бабушка Ведунья сказала, что четыре раза ты будешь встать кровью, но белые лебеди все равно принесут тебя домой. Санечка, пять. Санечка, пять.